Здравствуйте! Приветствую всех зрителей! Итак, поговорим сегодня о сыроедении. Однажды я, конечно, читал о всех преимуществах сыроедения. Читал книгу прекрасную Тер Аванесян «Сыроедение». Он обещал какие-то огромные преимущества. В интернете описано, что сон 5-6 часов, нулевая утомляемость, ясный разум и так далее. При этом отличное здоровье. И, в общем-то, я сыроедел однажды 4 месяца, потом 3 месяца, но не получилось. Потому что я не знаю. Вот вы посмотрите, вот капуста сырая. Как это можно есть сырую? Можно, конечно, заквасить. Но... Или вот, возьмем картошку. Вот, посмотрите на нее. Как это можно есть сырое? Просто берешь и ешь, да? У меня не получилось. Я выбрал промежуточный вариант. Есть овощи, подвергнутые совсем небольшой температурной обработке. Вот, вы видите здесь лук, свекла, картошка, капуста. Это мое такое блюдо, ужин. Немножко заливаю несколько столовых ложек нерафинированного подсолнечного масла. Вот и все. Поскольку у меня нету возможности покупать какие-то дорогие продукты, как большинство русских в России живу я экономно, из продуктов у меня свекла, морковь, капуста, лук, картошка, фасоль, гречка, рыба. Вот и подумайте, как мне быть сыроедом. Капуста, как я могу это есть сырым? Картошка, как ее могу есть сырую? Фасоль, сырую не съешь. Гречка, тоже нельзя съесть сырую. Размоченная в воде, она тоже плоховато усваивается. Я пробовал. Еще из сладкого, ем финики. А также семечки подсолнечные, очищенные, как источник железа. Рыбу ем, подвергнутую. В общем, рыбу ем, которая не прошла температурную обработку, чтобы не беспокоиться о витамине В12. Я не знаю, то ли он получается в организме, то ли не получается. Сведения какие-то противоречивые сети. Хотя я переписывался с одной женщиной из Германии. Она выносила здорового ребенка. Выносила совершенно здорового ребенка. Когда была беременна, она была на староедении. И беременность у нее прошла просто прекрасно. Надеюсь, что меня видно. Сейчас поставил фотоаппарат на капусту. Он у меня на треножнике. Итак, немножко расскажу о себе. В общем, сыроеда из меня не получилось. Какие продукты я перечислил, чем я питаюсь уже. Галина Шаталова мне посоветовала. То есть я в книжках вычитал. Автор Галины Шаталова. Ей, по-моему, сейчас что-то в районе 90 лет. Если она жива. 90-94. Она рассказывала, как она ходила в пустыню. В экспедиции по пустыне. Как готовила бегунов-марафонцев. Она выступает за вегетарианство. Без употребления животных продуктов. Но у меня не получилось. Я вообще сомневаюсь, что в нашем холодном русском климате можно быть вегетарианцем. Ну ладно, мясо я не ем. Потому что оно дорого. Дорого, бестолково и приводит к болезням. Содержит, поскольку мясо содержит много пестицидов, вредной химии, гормонов. И дорого. Один килограмм мяса стоит очень дорого. На эту сумму можно купить много-много других более полезных продуктов. Но от рыбы я не смог отказаться. И рыбу я ем, подвергнутую минимуму. Вообще, как сказать, скумбрию свежемороженую. У эскимосов есть такое блюдо, называется строганина. Я знаю, что можно заразиться глистами. Это противные такие черви, которые живут внутри человека. Поэтому речную рыбу я не ем. Конечно, должен быть иммунитет. Чтобы рыбу надо вымыть аккуратненько под краном. И, в общем-то, можно есть. Кишки можно выкинуть. Она приятненькая на вкус, такая жирная. В общем, сладко я ем мёд по праздникам. Но чаще финики, поскольку они дешевле. Вот. Прошу убеждённых вегетарианцев. Прошу мне ответить на такой вопрос. Где вы берёте, вегетарианцы, витамин D? Насколько я знаю, витамин D можно взять из следующих источников. Летом это солнце, а зимой это рыба. А также прошу ответить на вопрос. Где вы берёте насыщенные жирные кислоты, омега-3? По-моему, они содержатся в льняном масле. Но льняное масло продукт дорогой. Я ограничиваюсь подсолнечным маслом. Поскольку приходится мне жить экономно. Ну, теперь поговорим о здоровом образе жизни. Говорю, я сыроедил один раз 4 месяца, второй раз 3 месяца летом. Вы извините, я читаю по листочку. Поскольку я письменно выражаю мысли лучше, чем устно. Так. В общем, но каких-то преимуществ улучшения здоровья от сыроедения я не получил. Я давно веду здоровый образ жизни в стиле Поля Брегга. Один мой знакомый мне сказал, что можно жить долго и при этом сохраняться молодым. Он мне сказал, что я в 2004-м прочитал первый раз книжку Поля Брегга и подумал, что он либо сумасшедший, либо гений. Но такая заманчивая перспектива, что можно сохраниться молодым, жить долго, без таблеток и 100% здоровым. Я решил попробовать. Тогда еще не было интернета. Я не знал, может быть я один на всей земле голодаю. Конечно, на меня смотрели как-то сумасшедшего. Но я вам скажу так. Для меня легче отголодать 10 суток, легче отголодать 5 суток, чем все время кушать сырые овощи. Просто не могу я питаться сырыми овощами. Не могу. Потому что, вот, допустим, есть картошка. Ну как вот это можно есть сырым? Как? Как есть сырым капусту? Как есть сырую капусту? Я не знаю, как ее можно есть сырую. Я не знаю. Выложите видео, расскажите, какие преимущества вы получили от сыроедения. Но мне хватает моей программы, программы здорового питания и голодания. Здоровый образ жизни в стиле Польда Брэгга. Он принес свои результаты. Люди начали ошибаться с моим возрастом. Я выгляжу гораздо моложе и получил много преимуществ.